Пригожин и Стрела Времени Первая. Биография. Во-первых, Пригожин родился в Москве за пару месяцев до революции 1917 года в еврейской семье. Его отец Рубим Абрамович Пригожин был химическим инженером в Московском институте технологий. Его мама Юлия Вихман была пианисткой. В связи с тем, что семья критически относилась к советской системе, они уехали из России в 1921 году. Сначала поехали в Германию, а в 1929 году в Бельгию. Пригожин получил бельгийскую национальность в 1949 году. Конец цитаты Википедия. Заметим для себя. Пригожин получил Нобелевскую премию в 1977 году по химии, то есть в той же специальности, что и его отец. Его любимым времяпровождением в течение жизни была игра на фортепиано. Это он унаследовал от матери. Второе. В 2003 году он был один из подписантов гуманистического манифеста. Шесть главных утверждений данного манифеста. Раз. Знания о мире получаем из наблюдений, экспериментов и рационального анализа. Два. Люди – это составная часть природы и появились в результате эволюции, которая никем не направлялась. Три. Этические ценности появились из-за нужд человечества и протестированы опытом. Четыре. Осуществление жизненного предназначения происходит из личного служения идеалам человечества. Пять. Люди – общественные существа по природе и находят смысл в отношениях с другими. Шесть. Работа во благо общества максимизирует индивидуальное счастье. Третье. Помимо физики, Пригожина интересовали другие вещи, как археология, искусство и музыка. Он умер в 2003 году после продолжительной болезни и был похоронен с почестями. Второе. Его главные идеи. Один. Порядок появляется из хаоса через самоорганизацию природы. Один пример из его книги «Определено ли будущее?» Москва, 2005 год. Если вы возьмете, например, слой жидкости и нагреете его снизу, то в нем будет наблюдаться тепловой беспорядок, который является хаотическим. Однако, по мере того, как вы нагреваете данный слой все больше и больше, наступает момент, когда в системе образуются завихрения, если слой жидкости при этом не очень большой. Эти завихрения приводят к организованной структуре, известной как ячейки бенара. В ней миллиарды молекул движутся друг за другом и образуют вихри. Следовательно, неравновесие приводит к порядку. Еще один пример. Аморфные кубики трансформируются в 3D-решетку, состоящую из нанопроводков под воздействием горячей воды и пара 200 градусов. 2. Кубики выше – это пример открытой системы, то есть такой, в которой из них приходит вещество, энергия и информация. В противоположность им существуют закрытые системы, то есть такие, в которые ничего из них не приходит. Такие закрытые системы являются абстракцией и нереалистичны. Пригожин показал, что некоторые открытые системы могут развиваться в более сложной системе, проявляющей большую степень организованности. Из его собственных слов, взятых из Нобелевской лекции, неравновесие может стать источником порядка. 3. Согласно второму закону термодинамики, все системы развиваются в сторону максимизации энтропии. Словарь Мэриэм Уэбстер определяет энтропию как меру недоступной энергии в термодинамической системе, которая также считается мерой беспорядка в системе. Широко говоря, это мера беспорядка или неопределенности в системе. 1. Один пример второго закона. После работы в моей лаборатории робототехники можно наблюдать беспорядок повсюду, так как мусор лежит на столах и на полу, всюду разбросаны инструменты, валяются незаконченные проекты и так далее. 2. Однако в природе наблюдается и противоположная тенденция. Например, когда определенные люди приходят в лабораторию, чтобы привести ее в порядок, разложить инструменты на места, поставить работу на место, убрать мусор, создать планы на будущее и так далее. 4. Фундаментальной характеристикой природы является одновременное создание порядка и беспорядка, одновременное создание противоположностей, развитие в противоположные направления. 4. Пригожин пишет. 5. Сегодня мы знаем, что увеличение энтропии отнюдь не сводится к увеличению беспорядка, ибо порядок и беспорядок возникают и существуют одновременно. 5. Например, если в две соединенные емкости поместить два газа, допустим, водород и азот, а затем подогреть одну емкость и охладить другую, то в результате, из-за разницы температур, в одной емкости будет больше водорода, а в другой азота. 6. В данном случае мы имеем дело с диссипативным процессом, который, с одной стороны, творит беспорядок и одновременно с другой, потоком тепла создает порядок. 7. Водород в одной емкости, азот в другой. 8. Порядок и беспорядок, таким образом, оказываются тесно связанными. Один включает в себя другой. 5. По Пригожину, фундаментальной характеристикой природы является стрела времени. 6. Прежняя физика не уделяла ей внимания, принимая это за обратимое качество, то есть движение по времени в одну сторону, в то же самое, что в другую. 7. Однако это не так. Вся Вселенная и предметы в ней развиваются в одном направлении. 8. В книге «Определено ли будущее» Пригожин пишет, что биология и космология являются эволюционными науками, поэтому, если бы принципы физики были обратимы во времени, это было бы очень странно. 9. На самом деле, лишь самые простые процессы почти обратимы во времени, как-то, например, движение простого маятника. 10. Однако, если мы создадим маятник, состоящий из двух или более частей, то его движение уже необратимы во времени. 10. Движение маятника из двух частей уже является провинцией теории хаоса. 11. Смотри иллюстрацию. 12. Здесь малейшее отклонение от первоначальной позиции приводит к необратимым последствиям. 6. О стреле времени Пригожин пишет, Классическая точка зрения физики не соответствует исторической, ориентированной во времени эволюции, которую мы видим вокруг. 7. Мы узнали, что Вселенная развивается. Это главное достижение космологии со времени Большого Взрыва. 7. То, что рассматривает Вселенную статичной, как-то, например, Лойка Аристотеля или современные апологеты капитализма, является примитивом. 8. По-настоящему, статичная Вселенная является ограниченным отрезком Вселенной, которая развивается. Приговор гласит, развивайся или умри. 7. Стрела времени направлена в сторону увеличивающейся взаимосвязи между различными частями Вселенной. Со слов Пригожина, физическое направление времени – это направление, в котором корреляции увеличиваются. 8. С течением времени все больше и больше частиц становятся коррелированными. 9. Из этого можно экстраполировать, что, конечно, целью, на которую указывает стрела времени, есть когда все связано со всем. 10. Словами группы Pink Floyd из композиции Echo. 10. И я есть ты, и то, что я вижу, есть я. 11. Восьмое. Стрела времени означает развитие системы. 12. Развитие происходит относительно плавно, пока не достигается точка бифуркации. 12. Бифуркация означает, что два или более пути развития становятся возможными. 13. После прохождения этой точки, развитие опять становится на путь нормальной эволюции, пока следующая точка кризиса или бифуркации не будет достигнута. 14. Таким образом, развитие в целом очень неопределено, так как в каждой точке бифуркации существует множество решений для данного кризиса, и количество этих решений увеличивается по достижению каждой точки бифуркации. 15. Альвин Тоффлер, который написал введение в книгу Пригожина из Тенгерс «Порядок из хаоса», пишет, 16. Согласно теории изменений, которая подразумевается в теории диссипативных структур, то есть это другое название для теории самоорганизации материи, 16. Когда фруктуации выталкивают существующую систему в точки, далекие от равновесия, и угрожают целостности данной структуры, 17. Она подходит к критической точке или точке бифуркации. 17. Здесь, согласно авторам, в общем невозможно определить следующее состояние системы. 17. Случайность двигает остатки прежней системы по новому пути развития. 18. И после того, как этот путь выбран из множества других, детерминизм входит в свои права до того момента, пока следующая точка бифуркации не достигнута. 19. Развитие подразумевает систему, то есть некое целое, которое состоит из нескольких взаимодействующих частей. 20. Каждая система состоит из определенного количества постсистем и в свою очередь является частью метасистемы, 20. То есть частью нечто большего. 21. Две или более постсистемы могут развиваться с различной скоростью или в различных направлениях. 21. Поэтому несколько постсистем, которые изначально образовывали гармоничное целое, после определенного количества флуктуаций, как-то, например, случайные изменения, происходящие в природе, могут из баланса друг к другу выйти в отношение дисбаланса. 22. Это приводит к кризису или к точке бифуркации. 22. Развитие между точками бифуркации происходит по законам вероятности, как указывает квантовая механика. 23. То есть у каждого пути развития есть своя вероятность. 24. Однако в точках бифуркации эти законы перестают действовать или ослабевают, и случайность играет большую роль. 25. Если бы мир подчинялся только законам определенным вероятностями, то в нем не было бы места для нового или творчества. 26. Если бы мир подчинялся только случайностям или был хаотичен, то в нем не было бы понятия о причинности и следствии, и все было бы абсурдом. 27. Со слов Пригожина, что сейчас появляется, это среднее описание, которое находится где-то между отчужденными образами детерминистского мира и мира случайности. 28. Этот узкий путь избегает драматической альтернативы слепых законов и случайных событий. 29. Фундаментальным понятием в природе является симметрия. 30. В точке равновесия части системы находятся в симметрии друг по отношению к другу. 31. В районе дисбаланса и тем более в точках бифуркации симметрии разрушаются. 12. Эволюция Вселенной является необходимостью потому, что она нестабильна. Это так потому, что существует неравное количество частиц и античастиц. 31. Если бы их количество было одинаковым, то мы бы имели взрыв, но не было бы Вселенной. 31. Таким образом, эволюция связана с понятием о стреле времени и оба являются фундаментальными характеристиками Вселенной. 32. Пригожин пишет, что атом как бы желает выжить и поэтому образуют молекулы. 33. Молекулы хотят выжить и потому образуют клетки. 34. Клетка тоже хочет выжить и потому образует организм и так далее. 35. Неравновесие, которое изначально заложено в структуру нашей Вселенной. 35. Приводит к ее самоорганизации. 36. Косяки рыб и птичьи стаи. Это два примера самоорганизующихся систем. 36. Понимание Пригожина о самоорганизации материи во Вселенной хорошо иллюстрируется лекцией «История Вселенной за 18 минут», сделанной Давид Кристианом на Авенте ТЭД в 2011 году. 37. Здесь мы также слышим о необратимости во времени, о том, как Вселенная развивается и из Большого Взрыва образовались звезды, затем планеты и затем сознательная жизнь. 38. Смотрите ссылку под видео. 14. Развитие не просто кондишнен сан-кванан, но происходит по нарастающей, с ускорением. Так, мы узнаем об ускорении галактик, в то время как они отдаляются друг от друга. Чем дальше галактика от Земли, тем быстрее она движется прочь от нас. 15. Более того, мы замечаем ускорение прогресса развития человеческого общества. 16. Сравните, например, развитие во времени палеолита, неолита и современное информационное общество. Так, спасибо. Продолжение следует...